Мне рассказывал один человек, правильно, ему рассказал его духовник, а его духовник рассказал его духовник, что когда он сидел в лагере, его постал Сталин и спросил, Сынок, а ты знаешь, почему Сталин нас сюда сослал? Он сказал, Сталин нас сюда сослал, чтобы мы начали молиться. Глупаков, молиться перестали, ставили тарпичку уже, а как еще? Ну в разуме нет такого. Не хотите жить, да Господь? Мы хотим жить, мы сами, мы сами будем. Чтобы мы начали молиться. Потому что когда читаем, мы сегодня, знаете, я сам болел этой болезнью и не хочу вас встретить. Мне, знаете, было такое свойство, особенно с Неофицемаса Павловым, идеализация всего, что было до 17-го года. Не было. Господа, не было. Потому что когда Сталин, который Акач стал видеть в светлой памяти, докладывал нашему последнему императору, царю-мученику о том, что вот, темпы промышленного роста, такой урожай собрали, дешевизна была, потрясающая дешевизна была. И он ожидает от царя нашего какие-то тоже такое, да вот, отвергнулась тоже реакция, а царь не спешит радоваться. Это даже обижал Петрович. Честно придумают разные вещи, потому что у них там конфликты, там еще там царица лежит. И дело не в этом, все гораздо глубже. Царь задавался только одним вопросом – о нравственности. А нравственность? А нравственность была ужасающая. Простите меня все, но в России были боги, чем это. И царь ничего с этим поделать не мог. Вот что, беда. Либерализм. Самое страшное для России зло – это мы должны. Об этом нам сказал Федор Михайлович Достоевский. Я встретил его в записке книжку, буквально пошлую или позапошлую. И да. Какая мысль, какой пророк великий. Он написал, трудно произносить эти слова даже, ну, он написал, если и суждено погибнуть в России. Не да? Он сказал, если и суждено погибнуть в России как-то, то виновных это может не коммунисты. Вот это да. Не анархисты, а проклятые либералы. А ведь правда. При коммунистах, да, это было безвожное государство, но мы были нравственными людьми. И тот же, это был русский коммунизм, да, так называемый, который не кончил ничем, ничего не мог придумать, как взять христовые заповеди. Чуть-чуть переначив назвать их моральные кодексы. Моральный кодекс строитель коммунистов. И заходил в булочную купить там хлеба, и он висел, вот было написано, человек человеку, друг, товарищ и брат. Как хорошо. Конечно, там извратили, исказили слова святого апостола Павла, там кто не работает, тот не ест, там немножко другого апостола, а кто не работает, тот пусть тогда и не ест. Потому что там есть предистория, а так, как говорят, что некоторые у вас не хотят там, да, а кто этого не хочет, тот пусть тогда и не ест. Это совсем другая версия, да. Но тем не менее, тем не менее, у нас уничтожили детские организации. В школах были детские организации. Да, мы были активны. Да, конечно, они были идеологизированы. Но надо было постепенно, знаете, выход из этих идеологических. И оставить главную составляющую. Звено, матриат, мы собирались. Дети так любят тайны, да, вот это. Тимур и его команда. Знаете, я буду подпишем. Я за прошлым годом ночью уже не спал и думаю, а что им идет интересного, что они вообще дают. Хорошие фильмы, которые ребятам надо смотреть, дают ночью. Четыре часа ночи, пять часов утра. Смотрю старый фильм. Тимур и его команда. Думаю, включу, интересно, что куда-то пошло. И я вскрикнул, знаете, сейчас помню чуть-чуть. Обратите внимание. Вот сейчас мы, давайте, как будто не видим русское начало, очень интересное. Тимур, дети им всегда нужны. А что? Тайна. Почему обучение в школе, особенно в начальном классе, только через игру? Элементы игры, пошептали. Всегда просто устали. Мы же любили, помните, если там камешек какой-нибудь, там, мы его плянули, там, ну, что-то, у тебя что есть? Идем, я тебе покажу. Там показывали. Мы же были наивные. Конфешки называли, фантики собирали. Ну, что-то там, все это с тайной связано. Это, вот, не используя вот эту энергию, не пустить ее в доброе русское, это преступно. Тогда найдут внух и нет лето. Тимур собирает вот этот, не формальный лидер, но собирает детей. Давайте вспомним, что они делают. Они помогали старикам, у которых дети на войне. Да, это гражданская война. Что гражданская? Русские, ну, кто это русский? Гражданская война. Война. Они таскали воду, губили дров. Есть одна такая очень интересная вещь. Вот если мы это слово не произнесем, то все теяния это насмахнули. Они делают это тайно. И Господь, увидев ваше тайно, воздаст вам вверх. Они поступают очень по-христиански. А почему я сказал про то, это Сергию Лаврова? Открыть это шитье преподобному Сергию Равнической. Ягубен Русский. Он становится ягубеном. Он не хотел этих людей знать. Когда я ему братца рассказал, целью модель поведения, русский человек. Абсолютно. Он дал нам все времена. Первый, большой русский человек. Вот каким должен быть русский человек? Через 500 лет, другой вид святости, да, преподобный Сергию Лаврова, ситуация в ней поменялась. А первый тип русского человека. Сергию Равнической. Братья говорили, вот наша любовь. Вы помните, что он написал, братья? Он сказал, если вы еще раз у меня об этом похожите, я удивился. Сегодня, чтобы стать начальником, не убивают, там, заказывают. Раньше мы только заказывали руки, заказывали все. Да, сегодня человека заказывали. Чтобы стать только начальником. У него был такой трагичный момент, довольно драматичный, скажем. Нет, трагичный момент. Когда он вдруг у алтаря находясь и услышал, как его брат... Кто нас всегда? Наши близкие, это всегда искушение для нас. Трудно любить своих близких. Труднее всех. Помните, когда его брат вдруг стал громко говорить в храме о том, что вообще он должен быть в доме? Слышите? Как поступил преподобный Сергей? Не оставил. В алтаре была дверь. Дверка. Он в душу не слышал. Очевидно. Это человек, который... Вот если кто-то в этой жизни был первым лицом... Это там же сумасшедший уже к стене за такой человек. Кто-то приоритет, если это не послушание. Вот когда Кирей сказал... Как послушание... Да. Как? Это же Крец. Начальник никогда не отдыхает. Если даже в нем подчинение три человека. Все празднуют, но он не умеет себя. Конечно, ты же отвечаешь. В русском языке начальник вообще возникло. Это в наше время слово начальника. Я могу просить такую низкую окраску. Я начальник. Это такая низкая. Это придумал человек, обиженный в жизни. А дело в том, что удивительно, что исконное слово начальника, в первой слове, это тот, кто шел впереди войска. А идти впереди войска, это очень ответственно по двум причинам. Первый, кто должен определить правильный вектор движения. Это сегодня шоссе такое, шоссе такое. Куда двигаться так? Да? Куда он рисовал, не проходил в темнотах. Представляете? Надо определить, то, что здесь нас ждешь на двух градусов, и там окажешься сто километров в другую сторону. Первое, значит, определить правильный вектор движения. А второе, тоже очень важное. Те, кто стоят в первой цепочке, они принимают у себя первую и самую страшную. Да. Это тоже закон физики. Масса, помноженная на скорость. Кубайте, первый вектор всегда смена газа. А вот Дмитрий Донской, великий святой наш князь, да? Вот он был для меня настоящий начальник. Он был тридцатилетним человеком, вышел на Куликовскую битву. А после этого восемь лет на лет. Потому что рана, которую он у нас получил, он не на пригорке стоял, а он был начальник. Он был впереди своей дружины. Ошибка, она не нужна. Все переломает. Жена, по сути, управляла. И такие святые. Московские битвы. Вот что такое, на самом деле, начальник. Поэтому надо же понять, что, что представлял народ наш после гражданской войны. Обозлен брат Путин, брат ушел на деталь. Разоренная, обозленная страна. И вот из всего этого, залитой крови страны, обозленных людей, создать единый народ. Небольшой промежуток времени. Это должен был, конечно, без помощи Божьей такую вещь без промежуток должен не сделать. И как быстро нас разделили. И кто выиграл результат? Никто. Я один только пример приведу, чтобы помнить, что мы потеряли. Во время войны, во время, в ходе Великой Отечественной войны, Советский Союз израсходовал 17,5 миллионов тонн нефти. 14,5 миллионов тонн нефти. Вот и все. Поэтому Гитлер так рвался на кавказ. Он мог бы с воздуха убрать, но она была спокойная, с битленность к самолету. Но его Гитлер устраивает, потому что там все пропитано нефтью и газом. Все бы загорелось, но не нужно было нефть. У него было три бомбы. Он занялся три города, весь мир был под моими ногами. И тогда вот можно его найти, вот поставить вот этих людей. Лучшие качества. Так вот я, почему сейчас я хочу говорить про преподобные сядки. Избирать любой думы. Он был послушательным, понимаете, против начальника. Аллах, вы знаете, это привод. Он ночью, будучи игуменом, начальником, тайком, для всей братьи набирал воду и разносил по всем кельям. Они не знали, кто это делал. А еще тайну рубил дрова, тоже складывал. Обратите внимание, сколько отделяет тимурцев от преподобного сядки? Удивительно, когда бы русский человек, если бы не собрался делать добрый день, во славу Богу, тайна замечательная, он все равно повторяет то, что делает игумен земли русской. И то, что наши девки сегодня не знают эту книгу, Гайдад, да, Тимур, вот с этими комментариями надо рассказывать, что да, вот вы поймите, что да, Бог здесь красный, да. Это наша история. Пушкин когда написал, не хочу, не желаю знать никакой истории, кроме истории своих предков. Вот какая есть. Мать не выбирают, историю не выбирают, Родину не выбирают. Это наш история, вот она такая, вот она такая. Но это наше. И мы имеем право о ней говорить, потому что мы через сердце все столько скажем. В русском языке два слова имеют один поле, это любовь и боль. Если ты о чем-то говоришь с поля, значит ты говоришь с любовью. Тогда на эти же темы говорят юнички, простите, с дворцами большинства. Поэтому вот разговор о русскости я хочу еще, значит очень глубокая вещь. Я не случайно вспомнил святителя Николая много лет назад, когда мы готовили первую конференцию в православие медицины Москвы, наш центр, посвященный 125-летним горошинам, со дня рождения Вольны Снец, посвятить эти луки. Я вот это тесно связан с одним игуменом, то есть Сергией Лавры. А там есть такие подольные храмы. Он будет настоять двух храмов и горит. И вот мне срочно надо было взять какое-то благословение, что-то важное. Я из Москвы звоню туда. А незадобно до этого ему передали в его видение восстановить гимназию в преподобном Северке, там в скобинном поселке. То есть он... И я звоню туда, гимназию. Берет дядечка охранника, я говорю, помню так, я приезжал туда, прогуфляешь, он простой русский человек, местный из Северной посадки. Я говорю, здравствуйте, связь очень плохая. Я говорю, ты, Василий Давыдович, в Москве я звоню, мне нужен? Я говорю, да, Ягубин. Он мне так спокойно говорит. А он говорит, в Прасковье пошел. Я в хорошие, похожие позвоню. Ну, думаю, в Прасковье... Ягубин, а что строгий? Пошел в Прасковье, думаю, какая-то требова. Ну, или там, собор вытянут. Может, дом осветить. Я не знаю. Какие требования. Причистит. К больному. Я звоню через два часа. С трудом позвонился. Я говорю, Василий Давыдович, подошел Ягубин? Он говорит, нет. Он говорит, он Прасковье, я же вам сказал. Что, Ягубин? С трудом, я же Прасковье. Я говорю, хорошо, я еще раз позвоню. Последний раз, в седьмом часу вечера, я набираю, где часов семьи. И он мне говорит, я говорю, пришел Игубин? Он мне говорит, да нет, похоже, он там и останется. Я говорю, где? Он говорит, ну Прасковье. Вы знаете, есть такой момент в жизни, когда рушится что-то, да, такое. Вы знаете, я прихвалил несколько минут до умений, а потом меня залила такая красная следа. Я сейчас часто письма пишу, почти каждый второй, третий приходит там в первой книге под заголовок «Заминки нерусского человека». Пишу, Василий Давыдович, вы видите, нерусский? Я говорю, русский, да. Я всегда говорю, где-то почистил. Я нерусский. Я нерусский. Но это возрастает, добывает, это, я же сказал, такая величина непостоянная. Может быть, если я русский, я бы догадался. Вот этот охранник, простой человек, он русский человек. Он настоятель храма «Пороскевы Пятницы». Это для меня «Пороскевы Пятницы» родила страны. Я могу нам лечь, да, четвертый. Для него кто? Проскорье. Георгий Победоносовник кто? Да Егорий, воин Егорий, да. Никола Тюдаковик. А если я ему сейчас, ну, сяду и думаю, с умным видом, рассказываю, что, вы знаете, Николай Архиепистоф или Илья Киевский, он родился за полдесячелетия до Крещения Муси в Мако. Мы сейчас посмотрим, они не сошли за сумасшедшим. Кстати, он будет абсолютно правдой. Потому что безумно. Он русский. И проскорье русское. Действительно, он на то, чего он в этом гране, потому что он не значит. И проскорье, он все правдит. И думаю, я воспоминал на моем сознании. И Егорьев. А вера, надежда, любовь, это же не русский святой? А теперь я хочу с вами. Когда я написал херую книгу, это было очень боязно. За одно место особенное. То, что книга проходила церковная цензура, Игум или Германия Нананев. Там сзади на место. Церковная цензура. Там было несколько мест, за которые я очень пришел. Только бы их не тронули. А за одно особенное. Сейчас скажу, за какой. И его не тронули. Такая радость. Дело в том, что Христос русский. Вот вы нормальные, аудитория, да? И в тот замер, да? Тишина такая. И я помню много лет назад, когда впервые я только помню, что Христос русский. Не русский по национальности. Он русский по национальности. Да. У меня была аудитория в Москве. Взрослые люди. И я от того, чтобы не терпелся от радости поделиться, И я с этого начал. И человек, отчего сидел ходить. Ходил между детальными. А он взрослый человек. Очень русский. Мужчина. И русский, и неприродный русский человек. Он подскочил от удивления. И так он ничего челюсти не выделил. Вот люди же по-разному являются. И он так громко сказал. Как это Христос? Это что получается? Что у греков свой Бог, у армян свой Бог, у Грузии. Я сказал, подожди, прежде чем прыгать, и сначала нормально послушать. Послушаем это слово сначала правильно. Чтобы правильно исполнить, надо сначала правильно услышать. У нас послушаем это побежать сначала, да? Я говорю, если бы я сказал, что Христос – Бог русских, тогда мы правильно будем сказать. Ну, здравствуйте. У каждого финанса свой Бог, что ли? А я сказал, Христос – русский Бог. Это совсем другая вещь. Сейчас вы мне это скажете. Так, Никола Чудар-Кворец – это русский святой? Вера, надежда, любовь – русский святой. Иоанн Войн – русский святой, да? Наши все преподобные мученицы и советы, да? Все, какие они там принцессы, нас не волнует. Русский святой, да? Давайте перечисляться. Георгий Павел Иоаннский и все. Вот сон, есть сон наших святой. Они все русские. Теперь скажите мне, пожалуйста. Все это дети Христа? Да. Подлинные Его дети. Подлинные, да? Которые действительно признали Его своим. Всех жизней, всех людей на земле, которые были, которые есть будут, всех жизней призвал Христос. Ты, воиси Господи, живодавчий. Да? Он живодавчий, он живодавчий. Он живодавчий. Он живодавчий. Вот кто даже не в курсе, тоже он их призвал. Хотя бы пока в праздниках вас всех призвал Христос. Я говорю, ну как? Если ребенок живет в детском доме, это значит, что он инкубаторский? У него есть родители, просто он их не знает, не живет. Но это еще не значит, что у него нет родителей. И многие так живут. Всех в жизни призвал Христос. Но есть те, которые признали Его своим Отцом. Да? Теперь скажите мне, пожалуйста, если все дети отца русские, и хотите кто? Вы сами так. Вы сами признали. Удивительно. Видит Бога. Я сам к этому пришел, но об этом и Достоевском. Когда князь Мишкин в романе делает график Калач, помните, он произносит свои знаменитые слова о русской вере, о католицизме и о православии. Он сказал, что всему миру возияет наш русский Бог, наш русский Христос. Потому что, когда ты слушаешь, что говорят про Христос, о католике, господи, помню. Да? Я, конечно, не буду углубляться. У Ксения Чаросипов есть на эти темно-минологии. Но просто я как-то по его саду тоже взял и прочитал. Жития, они так называли, так, блаженное. Разные католики. Это, конечно, жития имени для слова нет. Потому что они упиваются близостью, там, когда Христос обнял, Христос меня поцеловал, и Он мне сказал. И все это написано. И это у них святыня. Что ты мне сказал, что ты даже уже не дочь моя, не сестра моя, а ты жена моя. Вот так страшно. Так страшно. Вот это упивание, чувство, экзальтация. Это у нас, наоборот, там бывают страсти без страсти. В себе страсти. Как интересно, да? Вроде бы противоречие ничего подобного. Страсти, а там, наоборот, экзальтация, чувство. Я хотел бы, я приготовил для вас слава умных людей. По памяти я так умный. Я хотел бы, чтобы ничто не было искажено. Потому что люди замечательные. Они так хорошо сказали о русскости. Да, русские очень отличаются. Я свидетельствую. Вы, наверное, знаете, наверняка и любите этих двух женщин. Таких делайте на ниве промоставок. Ирина Яковлевна Медведева и Татьяна Людовна Шишова. Мы вместе написали много замечательных книг. Вот одна из них называется «Разноцветные белые вороны». Если не читали, советую вам почитать. «Разноцветные белые вороны». Вот что они пишут? Я для вас о русскости. Очень характерное признание сделал в беседе с нами один русский эмигрант, увезенный во Францию в младенчество. В Россию он снова попал лишь в старости. Всю жизнь я говорил о французских человеках. Дружил с французами. Женился на французах. И всю жизнь я со своей мечтательностью, стремлением к каким-то высшим целям оказался сумасшедшим. Даже сам и себя грешным делом считал никому. А сейчас приехал сюда, в Россию, пообщался с людьми и все понял. Я не сумасшедший. Я просто русский. Они действительно нас воспринимают как какой-то безумный. И это даже ясно из языка. Мы часто сетуем, что вот нас там не понимают, но надо успокоиться. Но и Бог с ним не понимает. Ты сказал, что мы должны понимать. Они никогда нас не поймут. И это потому, что у нас разные языки. Язык – это человек, да? Разумеется, и покоряйте. Языцем яга с нами – Бог. Шишков когда-то вообще получил интересную интерпретацию слова «язык», который ни у кого не встречал. Вы знаете, вот с этим можно соглашаться. Можно и соглашаться. Но как интересную мысль у Прадоксана Человека. Шишков говорит о том, что язык – это сложное слово. Язык. Язык. Я звучу. Это очень важно, как ты звучишь. И поэтому мы собираемся и тратим время и сердце на то, что сегодня миллионы, десятки миллионов русских людей говорят на каком-то непонятном языке, да? Русским его не назовешь. И тогда ставим вопрос. А что это за люди, которые говорят на не русском? Есть и язык. Это народ. У нас, к сожалению, преступная лексика, лагерная такая, она проникла всю. У нас в школе средней девочка разговаривает с девочкой в школе, как на зоне. Мальчик разговаривает с девочкой, как на зоне. Простите, у нас руководители часто разговаривают довольно странно на речи. У нас стало общим местом выступает президент, инженер и говорить, что у нас некоторые сотрудники милиции прокуратуры крышуют коммерческие структуры. Простите меня, Елена Николаевна, а что, в русском языке есть слово крышу? Нет. Нет, в уголовной лексике есть. А почему они разговаривают, применяя уголовную лексику? Говорят, да, на каком языке вовремя 14-й есть? Есть парусы, да? Они незаконно покровительствуют коммерческую структуру. Крышу нет термопеля. Это уже выступает наш президент недавно. Спаси его, Господь. Конечно. Я за него могу сказать, доктор. В молитве есть за власть и власть. Он за меня не уверен, но я за него могу сказать. Он говорит, обращаясь к народу по телевизору, и говорит слово «репрендинг». Что это такое? Алексей, ты знаешь? Вот Алексей знает, а то ты понимаешь. Понимаешь? Нет, ну, понимаете, он же разговаривает с народом. Значит, надо говорить так, чтобы тебя понимать. Я знаю, что такое бренд. По-русски есть брендинг, да? Это другая вещь. Значит, бренд сегодня — это… Нет, это можно все сказать по-русски. Бренд по-русски — это торговая марка. А сейчас это брендинг, да? Пушкин писал, чем они понятнее, тем ученым. Понятнее. Они образованность свою показать хочет. Нет, когда они все вот собираются, это компания Крея, ну, и Чубаспы, их вот эта, их компания, да? Вот. Ради бога, там брендьте себе на заводе, но ты сейчас по телевидению разговариваешь с народом. Я не понимаю, что такое брендинг. Алексей, объясните, пожалуйста, что такое брендинг. Что такое брендинг? Тут то же самое название, там, например, «мелькокола» меняется на какую-то название. По-русски это может быть обновление. Обновление, то же самое. То есть оно может быть разное. Я извиняюсь, но у нас все женщины работают салон красоты для обновления. А не работаете? Вы понимаете? Вот, еще раз скажу, Христа ради, вот не считайте меня, потому что православное не должен быть никаким истом. Уже коммунист у меня был, их уже все были, значит, не сталинисты, но есть понятие правды истории. Уже надоело ложь. В интернете, в ютубе там, бродят разные выступления, в том числе и Сталина. Мне было интересно, что я родился в тот год, он отошли в Бога, а потом в этот год я родился. Мне было интересно, как говорил этот человек. И артисты в фильмах, которые безопасно его играть, не верят. Так, Станислав, не верят. Вот геломан играл, вот ему в фильме «Озеро», помните, там верят. Да. А это, я совсем этим не вижу. Вот. Мне было интересно, а как он говорил, на самом деле, человек, который вот Россию возбавляет, страшный еще период, да? И вот что. Меня поразило во-первых то, что все выступления небольшие в формате. Самое длинное – три минуты, четыре минуты, пять минут. Акцент неислюбимый. Грузинский, как у меня паркирский акцент, это совсем другая вещь. Акцент неислюбимый. Акцент неислюбимый. Акцент неислюбимый. Можно говорить чисто и иметь там двадцать слов за вас, да? Меня поразило другое. Он говорит очень понятно. «На». То есть, его слушают тогдашние колхозницы. Знаете, когда тогдашние колхозы? Сегодня у нас храмные бабушки, у них сатиновый халатик, мобильный телефон. Да это другие уже, да? В любое время. Правильно же? Новые статы. Да, новые статы. Я запишу, спасибо. Новые статы. Места речи. Потому что реврентик сделали. Реврентиковные статы. Места, понимаете? Что с языком делать? Уже на пятой книгу. Уже? Так уже есть. А, пятая книга, нужно описывать. Значит, вы понимаете, что интересно? Он говорит, понятно. Он говорит с новыми. Академик его понимает. Но он не понижает свои речи. Знаете, из такого, да, вот? Понижение речи, такой... Нет, он не понижает речи. И еще мне очень понравилось, что у него в речи его, постоянно пословицы и поговорки. Очень много пословиц и поговорок. Помимо того, что они украшают ее. Через них очень доходчиво бывает какая-то мысль. Там есть одна речь. Я слушал одну его речь. И Бог Хрущев, если не в этих стенах помянут. Значит, он его привозит на собрание избирателей Москвы. И он говорит, я не хотел ехать. Ну вот, то еще. И он говорит, о том, каким должен быть депутат. Правильно? Я еще говорю. А в конце говорит, и все. Несколько минут. А то у нас, я бы запомнил. А то у нас многие депутаты говорят. Ни Богу свеча. Ни чертукача. У меня очень много пословиц и поговорок получил духовное образование. Вот. И я понял, что Господи. Ну вот, возьмите, я говорю, поучить. Надо говорить на языке, который понятен твоему народу. А у нас выступает, президент начинает твиттер, брендинг, брендинг. Извините, я тяжелый вопрос запасил. Говорит, что в Твиттере блог, в Твиттере. Да, в Твиттере блог. У него блог в Твиттере? А бабка спрашивает у него, у наших кто-то президент блоги в Твиттере. Я че, я точно. Это не афиттер. Это не афиттер. У него блог в Твиттере? Да, это че он дядь. Ух, все. Ничего я не понял. Я сегодня сказал хорошие слова в адрес Аберики. Не афиттер, а людей. Есть люди. Нас же тоже не надо это творять по нашим политикам и у вас подвижащим. У нас разные в течении 70 лет. Смотрите, как они все разные. Все, ну, по-моему. А нам все ждут на утяжении. Вот приедет барин, барин нас в Ростове. Замечательный. Красный, да? Старый барин в Бундере. Новые слезы в Твиттере. Сел в свою колету. И уехал в Твиттере. Вот. Но меня поразил Гоголь. Я не знаю, вы знаете, это статуи мира. Гоголь почти полтора столетия назад написал об Америке, как о сути этого государства основанного на демократии. Как замечательно сказал святой праведный Иоанн Кроштадский. Я впервые услышал фразу, не понял. Не понял. Это было очень давно. Я только крестился. Святой праведный Иоанн Кроштадский сказал об демократии. Он сказал, демократия нам только в аду. Она в небесах царства. Как это демократия по ней. То есть демократия это, что все было справедливо. Да? Да. Так если по справедливости... Я первый кандидат. Правда, правда. Да, правда, правда. Потому что все знают. Да? Ничего там. А ничего только не исполняют. Те, кто не крещен, не могут судить по закону совести. Вот, да? А ты крещен? Все, значит, умный. Вот что. А живешь как? Страшно? Не хочу. Не правильно. Все равно не правильно. Не получается. Понимаете? Правильно. Пойду судить я тебя буду. Да? По справедливости? Не дай Бог, чтобы меня судили по справедливости. Вообще, если кто-то из нас хочет, чтобы его судили по справедливости. Я представляю. Кстати, какая демократия нам в аду. Она в небесах царства. А что будет царь? Кто будет царь? Царь может милость. Он говорит, ты такой себе, ну я тебя милую. Потому что царь. Вот как? Глубоко. Глубоко. И это удивительно почувствовал Гоголь 150 лет назад, когда там у слова и Америка произвела. Послушайте, какая глубина. Почему пророк? Николай Васильевич Гоголь в 1846 году написал. Государство без полномощного монарха. Самодержание. Автомат. Много-много. Если она достигнет того, то чего достигнет Соединенных Штатов? А что такое Соединенные Штаты? Спрашивает Гоголь. Я отвечаю. Мертвичина. 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 Человек у них выверлился до того, что им выеденного и не цареста. Ведь, обратите внимание, чем больше нам твердят о правах человека, тем больше мы не жили человеком. Тем больше обесценивается человеком. Он 150 лет назад уже понял, что там человек выеденного и не цареста. Вот интересно, вы не знаете, старшие поколения должны знать, кто-то любил литературу. Спорная фигура. Я согласен. Тем более мне важно, что он написал, тем более на конце, что ему поджарят слова. У нас был такой писатель, но надо, чтобы Богу, татантливый, удивительный человек. Эмигрировал в Соединенные Штаты в советское время. И вообще, если я не могу, что я смотрю? Не очень хорошо. Сергей Добранков. Знаете, как он? Вот уже пожил в Соединенные Штаты, я у него записных книжек отношусь. Какая-то проценная фраза. Слушайте внимательно. И вы поймете, что такое русское все-таки. Как это здорово. Сергей Добранков пишет, проживая в США. А это еще в советское время. В Америке больше религиозных людей, чем у нас. Религиозных. Есть верующие. Есть религиозные. В Америке больше религиозных людей, чем у нас. При этом здешние верующие способны рассуждать на наоборот. Или, допустим, о биржевых махинациях. В России такого быть не может. Это потому, что наша религия всегда была облагорожена литературой. Западные верующие. Причем истинно верующие. Может быть, атомистом и делянным. Он не читал Достоевского. А вот последняя фраза. Послушайтесь. А если не читал, то он не болел. И болел в кабачках. Мало прочитать книги Достоевским насущим. Болеть. Я помню мальчишке, когда он первым врачом был. Юношем. У меня поднялась операция. Я не мог находиться дома. Я ушел к морю. Одно было время. Долго-долго до утра. Я ходил на море. Мне на полушек душа успокоилась. Я до этого ничего такого не читал. Поэтому всюду. Обратите внимание. Всюду. Где изгоняется русский язык. Это Христос. Изгоняется. Не как Африста и Павла. Во многом еще Достоевском. Во многом Достоевском. Когда запрещают русскую литературу. Русский язык. Это пытаются запретить Христа. Христос приходит к нам через наш святой язык. Через нашу святую литературу. Через Федора Михайловича Достоевского. Преаганного. А вот американец. О котором я говорил. Серафим Новый. Да? Да. Но тут такая история. Я несколько лет назад познакомился по переписке. Вот. Компьютер замечательная вещь. И интернет. Только надо правильно пользоваться. Верующим Богом. Все соответствует. Вообще он прежде всего до молитвы существует. Просит помолиться. Ты рассылаешь. Одним касанием. К мышке. И тысячи людей получают просьбу. Помолиться и молиться. Что же? Замечательно. И я как-то соглашался по поводу того, как наши молодежи сегодня разговаривают. Часто это очень важно. Люди встречаются и расстаются. Два главных момента общения. Да? Сегодня молодежь. Значит, что говорят? Привет. Привет. Это мы говорим. Привет. Хай. А прощается говорят? Бай. Вот и знаменитый. Рэббрендинг класс. О. А для нас, для людей советских, хай, это вообще как-то, да? Связано с миром. Но хай. Я понял, откуда это идет. Потому что мы в школе, короче, берите. Я умрусь внизу. Аминьчат внизу. Вот. Там, помните, как надо, когда встречаться надо говорить «хау, дуй, дуй». Да? Как это все чувствуется? Кто сейчас будет это говорить? Все торопятся. Вы знаете, что все торопятся. Да, да, некогда. Надо быстро это молчать. Вы видите, сегодня все торопятся. Суета это вообще свойство сатанинское. Те же англичане всегда говорят «спешить надо на имена». А куда спешить? Когда мне кто-то говорит, что все торопятся и все это, вы что, забыли, кто там в конце ждет? Может кто-то забыл? Вы что, торопитесь? Такое ощущение, что кто первый добежит, тот будет бонус. Не будет с подарком. Это реально должно быть. Бонус и подарок – это совсем другая вещь. Подарок отректия дал, просто потому что, вы купите, они подарили. А в новости он должен купить на тысячу. Душу отдать и получит вам дар. Все забыли, кто там у Фауста. В Кёрте замечательно. Когда Фауста был в Мефистофеле, помните? И всех вас гроб зевая ждет. Зевань и ты. Всех зевая ждет то, что в русском языке гениально названо «домовина». Это потом позднее привез гроб. Да? Когда человек вон в тело, да? А в деревнях еще словно «домовина» как правильно. «Гроб» – это слово «горб». И «гора». Ну вот. Горбатный сад уже. А вот «домовина»… В русский человек правильно понимал, что здесь ты в гостях. А дом твой там. Поэтому святые спали в гробах. Думаю, от смерти получается. Вот твой дом. Вот это домовина. Как правильно домовина. И тепло как, правда? Домовина? Домовина. Гроб. Вот. Мне написала, наверное, женщина из эстонии. Вот как различаются наши языки. А мы хотим, чтобы мы нас понимали. Не поймем. До конца не поймем. Есть русская поговорка. «Каждый несет свой крест». У эстонцев есть похожая поговорка. Знаете, как звучит? Если перевести с эстонского. «Каждый несет свой горб». «Каждый несет свой горб». Господа, праздницу почувствуешь? Где крест? Крестоношение, да? Вот где крест? Вот. У нас праздник Преображения Господня. Ты просто говоришь, Преображение. А вся душа, да? Язык же через сердце проходит. По-английски праздник Преображения Господня. «Трансфигурэйши». Называется «Трансфигурэйши». Ну, кубик Руги. «Трансфигурэйши». «Трансфигуратска». Вот и все. Мы перед тем, как начать наше общение, помолились, прочли молитву «Утешители». Не «Утешители». Это если упал колено, да, повредил, мама утешает, она «Утешительница», да? Папа себе младший человек, пусть мальчик удастся, да? Потому что не «Утешатель». Одно ударение поменялось. Во французском только на последнее, в английском только на первое. А у нас входит ударение. Конечно, это русский язык. Чуть поменялось ударение. И смысл. И смысл совсем другой. «Утешитель». У нас «Спасатели» это загорелые, которые все на пляже Кургикова не спасают. А он спал. Одна буква меняется, и он становится спасителем. Это тело, эту душу. Все. Одна буква меняется. Как важно. Так вот, вот «Утешители», в которых мы молились. По-английски, знаете как? «Комфорт». А сын хорошо. У нас комфортабельный может быть автобус, кресло. У них тоже. У них тоже. У них тоже. И из-за одного. Только из-за главной буквы. Слава Богу. Представляете, полная форма. У поляков, казалось бы, как в первом середине, у наших поляков и славян. Вот, славянь, да? Вера другая. У поляков. У поляков. У поляков. Сосед, друг. Скажем, пан Ковальский. Пан Ковальский. А Христос, знаете как вообще? Пан Джесус. Все. Тоже пан. Трюк. 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 Не бывает. Так вот я всегда сокрушался. Хай это понятно. Ага, вот уйду, все убрать, потому что второй пункт. Хай. Хай все это. Прощается бай. Но ведь был гуд бай. Обратите внимание, и гуд, и бай односложные. Но можно же было оставить гуд. Гуд, правда? Тоже односложное. А? Так. Одногласное здесь и одногласное там. Да? Односложное. Но гуд же все-таки добро, да? Да. И я тогда написал, что как тут, смотрите, все не стучали без этого. Добро убрали. Правда? Осталось бай бай с частицей, которая не несет смысла. Так считал я. И написал. И получая письмо из Америки. Я подружился с женщиной, она из Екатеринбурга. Училась в медицинском институте в Питере. Там познакомилась вообще с американцами, вышла замуж. Они жили в Ланецке, сейчас на них переехали. Родила себе детей православных. И ей бабушка, значит, купила книгу в Екатеринбурге, и как-то переправила в Америку. Там, на СССР. И она, прочитав, написала, я так ей говорю, да? Вот вы написали, что гуд бай, это вот, бай, это было гуд бай, вы знаете, что вы не совсем правы. И на эту тему писал еще Серафим Роуст. Он тоже плакал, вот, упополезнул об английском языке. Это его родные языки. Его же превратили в американский язык. И на достичайшее объявление я получил американскому языку. Это вот хай бай. Есть такая статья, на мне в Фредеславе, я расширенный читал Серафим Роуст. Я сейчас почитаю. Это действительно, на самом деле, все немножко по-иному. Серафим Роуст пишет. «Услуги жизни в современном мире сильно отличаются от тех, что вы не можете. Сам феномен апостасии, феномен падения от истины заключается в том, что люди не могут свежо воспринимать благовестие. Они уже слышали о нем, и у них есть прививка против него». Ну, как сегодня? Рождество. То, что народ Христовый. В Англии называются «белый праздник». Чтобы не дай Бог, не обидеться там мусульманом еще. Белый праздник. Поэтому очень мало кто из них, услышав опыт православия, обращается к нему. Дальше замечательно. Другой характерной чертой духа времени, отличной от прошлого, является атмосфера Вики Мауса. О чем я вам говорю? Это про задуманное. Главное – ха-ха. Появился понятие. Это молодежная культура. Много лет назад, еще похожий, да, я был… То есть была передача «Музыкальный ринг» из Питера Максима Вабибана. И там выступает такая нормальная певица и… Как это называть? Банга такая. Нет, звуки «Му». Такая была, да. Сейчас там есть. Это Петр Мамонов, который так в себя и не пришел. Такое отношение к нему. Просто такую роль может быть по-другому, что он живет все так же. На мой взгляд, уроговый наш человек. Я на это посмотрел, когда звуки «Му» не послушали. Обязательно не послушали. Чтобы понять сначала, это жуть вообще. Вообще полное отсутствие смысла. Ну, звуки «Му», антипы, звуки «Му». Даже помню, был один человек встал сзади и говорит, скажите, «Мамона» спрашивает, скажите, пожалуйста, кто больше сумасшедший? Вы или те, кто вас слушает? Он сказал, не знаю. Просто это «ГРУ». Когда «ГРУ», это вообще вот кто-то такой вот. Мы же гималки. Вот. И я возмутился. У меня были молодые друзья. Я всех на доску, там, хорошую джаз, музыку на вас слушаю. Я говорю, ребят, ну вот слушайте. Ну, они там были тогда моложе меня, там, где-то 12. А они мне так просто сходить, они говорят. И не обижаются. Просто, понимаешь, это молодёжь какой-то другой. А ты уже как бы, да? Это молодёжь какой-то другой. Я говорю, тогда это не обижайтесь. Молодёжь, это значит, немножко дебиловатая. Да? Ну, мне много лет назад, лет два назад, я решил перечитать «Война мира». И одна очень умная женщина, которая училась со мной в институте вместе, говорит, ты чего читаешь? «Война мира». Она говорит, что с ума сошёл, девятый класс был. Я говорю, ты представляешь, вот сел мне в Николаевич и подумал, они написали лишь что-нибудь для девятого класса в советской школе. Моцарт – это какая культура, Моцарт? Кто-нибудь может вот слушать маленькую нашу сиренаду, там, или сороковую симфонию, и восхищаться? Хоть в таком возрасте, да? А может, Моцарт – это какая культура? Есть культура, есть антик sarà, или суп của культура. Вот это, « hey-е-е-е-е», все что, сериалы идут, это для молодёжи, это же преступление. Уже даже за них смеются, с Архапою. Знаете? То есть тебе уже даже смеяться не надо. Серафим Роуз « МаршilerАн» ? У нас всё время так « take it easy». Помогите компании – переменяли у американца. «Take it easy». Знаете, что такое? – Возможно. Жить проще. Будь проще, а куда под? Вся история человечества – это все время усложнение у человека, потому что вначале такое развитие, вначале язычники, потом веки зовет, а потом, насколько новую заповедь вам дают, да любите друг друга. Как любить другого человека? Невозможно. Вот тогда, а теперь я и сам покажу, как это делать. Вот на кресте покажу, вот так. Показал, как любить надо тех, кто его воспринимает. Значит, вот. Это нельзя было сделать так, когда наступила полнота времен родился. Давайте, внимание, послание. Давайте написано, когда наступила полнота времен родился. Потому что мы готовы уже принять, не готовы уже принять Христа. А нам тебе говорят, быть проще, да? Проще. Ну, а потом туфелька, амеба, да, еще там. Ну, что там еще есть? Инфузория. Ну, а что? Если за тебя перестрируйся. Я приезжал как-то в начале бывшего Калининского проспекта, и сейчас 5-8 назад, сейчас это возвышенно вернулись в старое название. Большой стеклянный магазин. Стекляшка. Название на это? Еда. Корм надо было написать. Еще написать? Когда он был в Москве, когда я был в Москве? Будущий, да? Мясная бабушка. Еда. Это меня так оскорбило. А рядом, лет 5 назад, он у меня связан с президентским монастырем, издательством, а она не издает все эти книги. Я выхожу из метро. Такая тоже большая стекляшка поставили в магазин. Причем тонированные стеклянки, не видно, что внутри. И написано, вот поверьте, написано, РАНИ. Я говорю, господи, что мочится-то? И мне стало интересно, что, да как вы говорите, что поставили в магазин, а потом его посылали. Конечно, я был раздавлен. Спиртно. Простите. Пожрете будете? Чего я говорю? Пожрете? Пожрете. И этот магазин называется РАЙ. Да. А потому что есть религия, где РАЙ не имеет никакого. Он еще раз продолжает сказать, что по его декорам понятно, что дальше так. Понимаете, как страшно мы живем? Еда в магазинах. Вот это или вот это? Пожрете. 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 Расслабься. Шмотка. Да, шмотка. Шмотка. Есть Исцеление Расслабленного. В Москве есть один храм, где Престол освящен в честь Исцеления Расслабленного. Я там повещен как настоятельство привезу. Это Космей и Довьян на Моросейке. Там даже есть Престол и икона, замечательно, написано специально. Исцеление Расслабленного. Господь исцеляет Расслабленного. А нам каждую минуту говорят, расслабься, расслабься. Расслабься. Вот об этом пишет Серафим Руссов. Атмосфера Митки Маусова. Серьезность. Больше отсутствует у людей. И это отсутствие серьезности вошло в привычку и рвы. Поэтому люди, прощаясь друг с другом, говорят, take it easy, смотри на все проще. Это означает, расслабься, отнесись ко всему легко. Ведь важно, ничего не происходит. Я вам рассказывал, я осматривал несколько лет назад ночной Луговской НТВ. Я всегда осматривал последний ночной, потому что в течение дня я занят. Вдруг что-то произошло, я не в курсе, они без меня помогут. В курсе, смотри, завтра. И бывает, там самое интересное вещи, батюшка, там самое. Вообще, главное, за день говорят, все, что день, как был выпуск. Показывают в Германии. Да. Женщина хоронит мужа. Зал для прощания. Ритуальный, да, как называется. Там сжигать его будут через несколько минут. Стоят люди, которые еще и попрощают, и ходят клоун. Среди вот этих людей ходит такой выжигом, ходит там, всякие вещи делает там, поднимает настроение. Стресс. Стресс. Вот вы говорите, надо смотреть. Стресс. Подходит Маша, говорит, и говорит, это ваше мужество. Огромное. Зачем? О чем? О чем? Тейки пиздец, да? Она говорит. Вы знаете, похороны, это такое событие, которое очень оврачает, печалит. Затем люди расстраиваются. Эти надо, ну что они должны за этого обращаться? Надо обращаться в них. И нам скорее в Европе вот так дальше, не понимаете. Зачем скормить? Василий Васильевич, не нужно помнить. Они именно поэтому не брали в таинстве погребения икону смерти. Они закрывают, обязательно закрывают гробы, чтобы никто не видел икону смерти. Это же икона. Всегда икона. Просто, да, спасибо вам, миленький. Вот как хорошо как. Это же тоже... Ведь как? Вот много лет Господь так вот. В трех выходах я был помощником настоятельного. И в области Москвы. У нас был вот храм, я помню. Батюшка сейчас, да, подъедет мои слова. Ведь разные лица мышь. Это в миру боятся. Чего? Их это боятся. Господи. И ты... Вот уже, когда я много лет помогал батюшке, ну, Кодилу, по-другому сказал, опевали. Я приучил себя, там у нас маленький храм, у него там 10 санки от деревянной, с русской печки. И там опевали. И только, да, венчали другому, там три храма какого-то. Я приучил себя заранее. Ты знаешь, что? Кодилы разные. Давай, давай. Чувствую. И приучил себя смотреть на эти лица удивительные. Вы знаете, они разные совсем. Совсем разные. Некоторые были, глаз не оторвешь. Вот он лежит просветлен. И даже, наверное, такое самомнение моё. Мне иногда казалось, что я про некоторых из них могу что-то сказать. Вот видно было, что это честно прожил человек. Что вот он какой-то... Ну, ходил правильно. Вы знаете, он просветлённый. Спасибо. Вот икона, икона. Закрывай, там нет открытых. Открытые только у нас. Он всё равно нет открытых. Но всё равно нет страшных. Вообще. Даже не хочется какого-то страшного. Вот. Я сейчас начитаю всё таким розовым. Это вот тот сад, там всё навязано. Вот эту вот так называемую культуру. Клоуна пригласить на... У нас наоборот, считается, выплакать, да? Надо путь. Это горе. Даже есть радость и есть горе. Поэтому о гибели сына можно рассказывать с улыбкой. Вот на устав. А на пухню надо приглашать клоуна. Клоуна. Я их на своих глазах. Чего выжили? Клоуна. Не пьем. Не пьем. И вот то, что завершается. Ведь важного ничего не происходит. Серафим Робус пишет. Что бы ни случись, не принимай близко к сердцу. Раньше люди... Академия, я-то думал, что раньше по-английски говорили... Какой? Гуд бай. Оказалось, нет. Нет. Гуд бай – это тоже поздний коль. Серафим Робус пишет. Раньше люди, расставаясь, говорили... Год бай с вами. Бог остаётся. Оставайтесь с Богом. Год – это Бог. Год бай с вами. Как здорово. Мы же тоже прощаясь говорим, да? Оставайся с Богом. Оставайся с Богом. Азербайджанцы прощаясь, говорят по-персидски. В Азербайджанском языке. Очень внутренний персидский язык. И в Персии прощаясь, говорят, когда человек выходит, худа хафиз. Худа – это одно из девяти... 99 именов Аллаха есть. 99 именов Аллаха есть. Одно из них – это худа. А хафиз – это поручай. Поручай тебе Богу. Так спокойно, когда Богу вырутили, да? Поручай. Это одно. А когда… Куда хафиз. Кстати, вот еще раз слушайтесь красоту английского языка. Бронжа Крась – это язык Шерсперта, язык Диккенса. Что они с ним сделали? Год, бай, бай, бис, юн. Бог остается с вами. Я вас на Бога оставляю. Как красиво. Значит, что случилось? Год стало гуд. Ну, по-русски это называется еще полбеды. Не стало Бога, а стало просто хорошо. Хорошо, добро. Добро – хорошо. А потом… Добро – все. Бай. Хай – бай. Я всегда говорю, у них же это… Хай – бай – это лай. Люди так не разговаривают. Люди так… На самом деле, знаете, интересно, кармольную мысль какую-то сказать – с языком ничего не происходит. Глядь, здесь я не корабли. И пять лет назад я бы этого не сказал. Сегодня это еще подготовленная аудитория, я дерзаю говорить. С языком ничего не происходит. Слово есть Бог. А святыня поругарных не бывает. Есть таинственные сферы, где живет ненарушимости святой языком. Это с нами все происходит. А язык – это зеркало, которое нам показывает нас. Вот раньше ты говорил человеку, ты говорил «год вальву зим», да? Потом ты стал чуток… Ты стал «год вальву». А сейчас ты кто? И парни. Нам язык показывает нас. Это наша душа, отраженная в языке. Поэтому… Какая разница, как говорят? Какая разница, как разговаривают? Как, какая разница? Ничто так не связано с душой человека, как в языке. Напрямую не связано. Напрямую. Каков язык такая душа человека? Ольга. Она поиска. Есть. Какая разница.